Если вы живете за границей, уже уехали и сунулись в Россию, вас могут арестовать, как арестовывают сотни людей до вас, и вам кажется, что ничего такого вы не сделали, а на самом деле сделали, и просто сами либо не помните, либо придумают за вас. А уж если вы мигрант из Центральной Азии, ну, слушайте, таджикам сейчас вообще быть очень сложно в России, мягко говоря, мягко говоря. Ну и, если уж будете совсем честны, да, пытки в российской тюрьме, они перекинулись сейчас, сейчас особо не пытают вот тех преступников, которые будут вербоваться в Украину. А кто не будет вербоваться? Не будут вербоваться политзаключенные, но им еще и запрещено, и не будут брать граждан Таджикистана, не будут брать выходцев из Центральной Азии, не будут их брать. Почему? Потому что у нас сейчас в тюрьме ходит борьба с мусульманами, потому что у нас давным-давно кончились красные зоны, черные зоны, то, что срослась преступность с властью давным-давно очень хорошо. А вот зеленые зоны в России как раз наоборот появились. Это впоследствии еще конфликта российско-грузинского войны 08-08-08, когда российский ФСИН поборол грузинских воров в законе, и выяснилось, что святое место пусто не бывает, их место заняли такие радикальные исламисты, которые начали вокруг себя выращивать смену. И сейчас вовсе хорошим тоном считается рвать Коран, не давать читать Коран, запрещать молиться, всячески бороться с мусульманами, с теми, кто исповедует ислам. И Рамзан Кадыров что-то молчит, я смотрю, просто в тряпочку. И очень за этим возмущаются. И у нас погибают люди, погибают узбеки, погибают таджики, погибают в тюрьмах. От пыток, от изнасилования, от перелов позвоночника, от всего погибают, вешаются, потому что преследуют мусульман, любых мусульман, любых. Потому что вот сейчас, вот после Крокуса, особенно вот такая вот пошла тенденция. И сейчас вообще лучше не попадать не в российские тюрьмы, а самое главное, попадать в российские тюрьмы очень легко, если ты приехал на территорию России, не надо сюда ездить. Ольга, я знаю, почему молчит Рамзан Кадыров. Он просто очень занят. Он пытается заручиться гарантиями Москвы о преемственности для своего клана к тому моменту, когда он станет полностью недееспособным. В качестве преемника пока согласована кандидатура 16-летнего, обвешанного какими-то медалями за свои зверства Адама Кадырова, который уже, наверное, не может, он и так не маленький, а эти же медали мешают, проходит боком, наверное, во все проходы. Но хочет вот в проход власти еще поместиться. На первых порах ему будет помогать Адам Дилипханов. Но это разные кремлевские помоги, телеграм-каналы пишут. Но, тем не менее, в то же время, по информации источника, вопрос с лишением Чечни привилегированного статуса после выхода из игры Кадырова де-факто решен. Незавидная участь ждет уже и окружение Кадырова. Что там происходит? Говорят, что в качестве запасного аэродрома для собственной семьи Кадырова рассматривают Саудовскую Аравию и ОАЭ. И активизировался он вот как раз после ареста еще и Тимура Иванова, потому что понял, что даже таким, как Шойгу, нет неприкасаемых. Что происходит вокруг Кадырова, что нам надо понимать? Ну, надо сказать, что я возмущена бездействием детского омбудсмена. Ребенка лишили с детства, ему 15 лет, а он должен теперь ходить под тюрьмом, избивать заключенных, обвешиваться медальками, вместо того, чтобы скакать, не знаю, там, на лошадке и резаться в морской бой. Она тоже занята, она детей ворует украинских, понимаете, и гаги готовятся, да. Нет, это, конечно, да, отвлекает, но дело в том, что, конечно, посмотрите, как жертвуют, конечно, Рамзан Кадыров собственными детьми, жертвуют детством собственных детей, лишь бы только Аллах давал побольше. Аллах пока дает. Ну, я, конечно, думаю, что Рамзан Кадыров сейчас очень волнуется, потому что надо будет смотреть, что будет с Шойгу, а с Шойгу ничего хорошего не происходит, потому что, ну, Тимур Иванов, ладно, совершенно очевидная вещь, но еще и аресты в правительстве Московской области, откуда, собственно, Шойгу, я напомню, был губернатором Московской области совсем еще недавно, до того, как стал министром обороны, и сейчас там сидит Воробьев. Мало того, что это очень близкий к нему человек, это еще и сын Воробьева, который был всю жизнь заместителем Шойгу еще в МЧС. И не иначе, как подкоп, и это можно воспринимать только так, только в качестве подкопа под Шойгу, и все ждут, конечно, 7 мая инаугурации Путина, который после этого всего должен, по идее, ну, то есть должен распустить правительство, значит, новое. И не... что значит отставка, например, Шойгу? Отставка Шойгу – это не просто отставка, а это, скорее всего, и прочие неприятности, включая аресты или, например, внезапный инсульт, или что там еще бывает от новичка. Поэтому сейчас ему очень тревожно. Рамзан Кадыров, который и так, в общем, близок к последствиям новичка, без новичка, в общем, и так одной ногой в могиле, он, конечно, очень круто придумал насчет 16-летнего сына, но я не думаю, что это удовлетворит Владимира Путина и удовлетворит даже, собственно, Делимханова. Делимханов же тоже не дурак сторожить 16-летнего, нафига ему это надо? Все дожидаются смерти Льва, а потом Львенко придушит первым.